Друзья, всем привет! Сегодня очередная история про схемы развода, обмана, про разводила, в общем. К нам звонят клиенты в офис и говорят, что они поставили машины на комиссию продаваться в компанию ПодборАвто. Ну вот, где наши машины. Верните нам наши машины, верните нам наши деньги. Мошенники стали использовать, в принципе, это было и раньше, мы про это не снимали, имя и репутацию компании ПодборАвто. Заключается это в следующем. Вы размещаете объявление о продаже автомобиля, вам поступает звонок, вам говорят, что вам звонится компания ПодборАвто, что у них есть клиент, что вам нужно приехать поставить машину на комиссию, там 2-3 дня и по выгодной для вас цене, машина будет реализована, вы получите свои деньги. То есть вот есть конкретный пример. ПодборАвто, здравствуйте. Здравствуйте. А вот машину можно узнать? Я просто звоню по телефону, который мне дали. Не отвечает. А какое мы с ней имеем отношение? Ну, я так понимаю, что вы взяли ее на продажу? Мы взяли ее на продажу. Нет у нас Аудио 6 на продаже. А какое объявление? Где в нашей объявлении? Вот смотрите, сейчас адрес, сейчас скажу какой. Вот я приехал на стоянку, под войсковой или что такое, 8. Это не ваше? Нет, не наше. Под войсково, 8. Уже кому-то кто-то звонил нам. Вам рассылка, да, пришла или где вы нашли эту машину? Да нет, я ее оставил на продажу, там, на стоянке. А, вы поставили машину в какой-то салон продаваться? Да. А наш телефон откуда у вас? Ну, он сказал, что вот такой сайт у них. Интересно. Просто я сейчас объясню, мы компания ПодборАвто, мы занимаемся подбором автомобилей. Мы, как бы, продажей автомобилей занимаемся постольку-поскольку, там, иногда нам ставят наши клиенты на комиссию, но это редко. Плюс, там, если мы в трейд-ин что-то выбираем, то Audi A6 у нас нету, и, как бы, если нам ставят, то ставят напрямую машину владельцы. Соответственно, а вы нам звоните по телефону, который у нас на сайте указан, правильно? Да. И вам его дал какой-то человек с этого подвойского, правильно? Ну, он сказал, что сайт ПодборАвто, да. Так. И вы зашли на сайт и звоните вот по телефону, который видите на сайте. Да. А контакт этого человека у вас есть? Ну, сейчас я буду... Ну, я позвонил, заблокирован. Ну, не заблокирован, но... Понятно. Ну, то есть, а вы об этой компании как узнали? Ну, которую вы поставили на продажу? Объявление на автору. Вам позвонили по объявлению на автору, говорят, ставьте нам, мы продадим, да? Да. Да, у них сайта нет никакого. Ну, а подбор авто. Подбор авто. Открою. Отлично. Ну, подбор авто.ру, да, вы можете зайти на сайт, попадаете к нам на сайт. Наш телефон и адрес, если откроете в контактах, Большая Черемушкинская, дом 21. Под войсково мы никогда там не были. Я вас понял, ладно. Хорошо, спасибо. Вторая схема. Приходят смс-ки. Текст, соответственно, в тексте сайт нашей компании указан, адрес, который не совпадает, мы там никогда не были и никогда не будем, то есть, находиться по этому адресу. И, как бы, телефон рассылки тоже есть. Они с разных телефонов, мошенники рассылают эти смс-ки. Вы звоните, соответственно, да-да-да, это наш сайт, мы подбор авто. Сайт у нас с хорошей репутацией, он там на доменах размещается с 2005 года. В принципе, 10 лет одно юрлицо, один ННН, как бы, кто занимается проверкой, с умом подходят компании, они всегда видят, приходят, как бы, доверяют нам, потому что редкость долго работающие компании в России с белым оборотом и так далее. Вот. И, соответственно, такая вот грустная история. То есть, хочу предупредить вас о том, что компания подбора авто по указанному адресу никогда не располагалась, не располагается, не будет располагаться. Вот. Будьте бдительны, когда вам предлагают в компанию подбора авто поставить машину на комиссию, то есть, мы такими звонками не занимаемся и будем заниматься. Смс-ки мы не рассылаем, соответственно, будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Ну, естественно, это происходит не первый раз, то есть, раньше просто никто не занимался. И блогерской деятельностью не придавалось это дело огласке. А так, в принципе, весной того года, 2017-го, тоже была подобная ситуация. Мошенники зарегистрировали юридическое лицо, у нас ООО «Подбор авто слитно», они зарегистрировали подбор пробел авто. На Ленинградском шоссе они находились, то есть, опять же, нам тоже весной начали звонить активные люди, что где наша машина, мы поставили на комиссию, верните деньги, верните машину. Оказалось, что это такая же компания, такое же юрлицо, только с пробелом у них названия. Ну и опять же, много уголовных дел, точнее, уголовные дела были заведены, там коллективное обращение было по поводу мошенничества людей, которые пострадали. Мы к этому никакого отношения не имеем, и очень жалко и очень грустно, что, во-первых, люди очень у нас такие доверчивые, да, то есть, не проверяют информацию. Видимо, такие выгодные условия, такую лапшу так в доверие втирают, втираются вам, что вы как бы теряете разум и отдаёте свои машины мошенникам. Ну а во-вторых, то, что такие компании, как наша, как моя, белые, с хорошей репутацией, не защищены от действий лиц, которые могут воспользоваться именем, втереться в доверие и завладеть вашим имуществом. То есть, представляете, говорят, мы подбор авто с другого телефона, вы заходите, смотрите, не видите, что телефоны разные, о, да-да-да, сайт там проверяете, ИНН, прочее, домен, всё отлично, и отдаёте машину, хотя даже адрес на сайте другой. Друзья, будьте бдительны, не дайте себя обмануть. Всех женщин, девушек, бабушек с международным женским днём, поставьте, пожалуйста, лайки, распространите это видео, для кого-то оно будет очень полезным. Если кто-то пострадал от действия этих лиц, таких мошенников, обращайтесь, чем сможем, поможем. Придадим это огласке, снимем видео на эту тему. Всем добра.